Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Живем мы в станице Геогенской. Сегодня я пошла в поликлинику. У нас идет диспансеризация тех, кто переболел ковидом. А мы болели с Валерой в марте ковидом. И вот мы сейчас сходим в сторону поликлиники. Это минут 20 от нашего дома. Я вам покажу, какие у нас еще социальные объекты есть. Хочу показать, что у нас в Геогенской не только частные дома. Мимо проходим такого аккуратного двухэтажного домика. Здесь всегда цветы посажены. Здесь у них сад фруктовый. Чистенько, аккуратненько так все. Домик хороший. Здесь всегда много кошек. Вон, кстати. Сейчас вот две собаки и одна кошечка. Люди следят за состоянием своего дома. Устраивают, благоустраивают территорию возле дома. Молодцы! Пойдемте дальше. Церковь старая. Ну вот ведется строительство новой. Пойдемте поближе подойдем. Ну, вроде и не старая церковь. Я-то не очень владею информацией. Такое здание красивое. Это, наверное, более такой большой храм строится. Более вместительный. Колокола. Сейчас обойдем ее с другой стороны. Да, конечно, по сравнению с той маленькой, практически, часовней. Здесь будет большая церковь. Строится не очень быстро. Ну, строится. Год назад был, по-моему, только фундамент заложен. Теперь вот по этой дороге мы пойдем практически до конца. Там немножко свернем и пойдем в больницу или поликлинику. Там они все рядышком. На улице сегодня тепло. Последний день лето. 31 августа сегодня. Ну, еще у нас жарко будет стоять еще целую неделю. Да и месяц я смотрела. Сентябрь и октябрь теплый. В октябре тоже 20-22 градуса. Такая комфортная температура. Конечно, очень хорошо здесь. Видите, как красиво. Палисадник какой. Все подстрижено, аккуратненько. Гибискусы дровянистые цветут. Юлки. Свои колючки растопырили. Розочкам жарко было. Вот они сейчас подцветут. И будут свою красоту показывать уже в сентябре. Ну, когда приехали в Краснодар в конце сентября. Весь октябрь свели розы. Это было, конечно, незабываемое впечатление. Очень красиво было. В Краснодаре там везде розы посажены. Их поливают, за ними ухаживают. Улица длинная. Потом подойдем к поликлинике, я вам покажу. Какие здесь ивы красивые, плакучие. Там шикарные. Дорога поворачивает. Уже дошли мы до поворота. Вот наша больница. Это новое здание. Недавно построили. Такое красивое здание. Геогинская центральная районная больница. У нас все в станице есть. Если нужны более узкие специалисты, отправляют майкоп. Здесь маршрутки ходят. Каждые 20 минут до майкопа. Там уже идет республиканская больница. Диагностический центр. Хорошие специалисты. Платных клиник много и недорого. У Валеры в том году что-то там делал по своим делам. И попала стружка. Железная в глаз. Вот он ездил в платную глазную больницу на прием. И заплатил майкоп. И заплатил где-то всего полторы тысячи. Так ему там туда входило посещение врача и четыре глазных УЗИ. Я считаю, что это недорого. А вот это красное здание это наша поликлиника. Кирпичная. Ну, достаточно такое просторное здание. Здесь тоже разные обследования. Проходим УЗИ есть. Роддом. Все, что нужно для станицы. Сейчас мы зайдем в поликлинику. А вот там вдалеке еще построили здание. Тоже новое. Это детская поликлиника. Детей сейчас принимают отдельно. Вот это наш стационар. Вход центральный. Сейчас пойдемте в поликлинику. Здесь вот посмотрим, как у нас такое кирпичное здание. Ну, я уже говорила, что достаточно просторное. По сравнению с Краснодаром, когда мы приехали первый год, и нас прикрепили в поликлинике. Мы, конечно, удивились. Там это пятиэтажное здание было. И на первом этаже. На первом этаже в Цоколе. Это было что-то. Узкие коридорчики. Так что по сравнению с Краснодаром, здесь очень даже шикарно. Вот вход наш. Я не буду там снимать. Просто немножечко так вот вам покажу. Вот поликлиника. Вот регистратура. Вот немножко пройдем по коридору. Были достаточно светлые коридоры. Коридоры. А мне к терапевту надо на третий этаж. Вакцинацию нам надо сделать будет. Вот третий этаж. Пойдемте в кабинет у терапевта. Вот наш кабинет. Очень удобно. Я, кстати, уже записывалась по телефону 122. Очень удобно. Вежливо. Для каждого удобное время выбирают. Вот терапевта прошла. Все анализы прошла. Там осталось только кардиограмму сделать. Это у нас кабинет ЭКГ. 17-й. И можно домой. Ну все. Вышла я из поликлиники. Быстренько все прошло. Теперь только в пятницу на прием к врачу. И она нам назначит, когда делать прививку. В этом году обязательно сделаем. В том году что-то мы не сделали с Валерой. Весной переболели. Не очень, конечно, это приятно. Теперь будем делать прививку. На улице уже жарко. Я приходила к 8 часам на прием. Так хорошо, прохладненько было. Сейчас пойдем по другой стороне. В тенечке. Возле домов. О, рябинку увидела. И у нас здесь рябина растет. Интересно. Вот. Люди садят рябину. Вместо. О, это не рябина, это боярка. Точно боярка. Надо же так. Может быть и рябинка. Вроде как рябина. Нет, наверное, все-таки рябина. Боярка по-другому растет. И боярка колючая. Да, я уже забыла. Рябинка. Ну, конечно же, рябинка. Вместо яблони рябина. Посажена. Ну, все. Мы уже подходим к рынку. Дорога от больницы до нашего дома где-то минут 20 занимает. Сейчас еще через рынок пойдем. И немножко и дома уже будем. Идем мы через наш рынок. Как-нибудь будет попрохладней. И сделаю отдельно обзорчик. Вот здесь все есть, что необходимо для детей. И для компьютеров всего полно. И мебель на заказ можно заказать. Вон там, где шланги. Там, Марина, берем. Все для полива. И не только. Все, что хочешь. Привет, Марин. Вот здесь вот и мясо. Тысяча мелочей. Всего полно. Это надо отдельно. Как-нибудь покажу вам. Разная техника продается для сада. Клубничка ремонтантная. И малина. Мед. Так, варим 10-15 минут. Клубничка 100 рублей. Клубника основная отошла. Это сейчас идет ремонтантная. Она, конечно, дороже. Получается килограмм 200 рублей. Здесь мы хлеб берем. Вот здесь у нас такие местные умельцы. Это вы сами делаете, да? Красота. Так, очень-очень красиво. Посмотрите, какая красота. И сколько такое стоит? Вот именно вот этот поселение. Да, большой. 550, где маленький 250? Ну, нормальная цена. Я недорого. Очень недорого. Мне нравится разница. Очень красиво. Молодец. Я тогда заказку ему даю. Я там вообще... Это вы сами делаете, да? Не есть, не пить не могу. Скорее надо сидеть. Елена Сергеевна будет купаться. Такой 350. Это мыльная пена с жидким шелком, да? Да. У меня сын тоже. Я ничего не... Вот оно, как интересно. Мама, зачем мы будем покупать цветы? Давай, говорит, я своими руками... Очень красиво. Я говорю, давай, говорю, что-нибудь купим, а потом сделаем. А я хотела. Таня меня отговорила. Я делаю... Ну вот. Уже подходим. Выходим из рынка. Там еще с другой стороны рынок. Это надо отдельно показывать, по всему рынку ходить. Вот у нас опять построили какое-то здание. Пишут аренда. Ну вот сдавать. Интересно, что здесь будет. Пятерочка наша. О, я даже не заметила. Открыли нефтегорский мясокомбинат. Наверное, еще не открыли. Еще там делается работа внутри, наверное. Надо будет заглянуть. Здесь еще хозяев пока нет. Во всю идет укладка плитки. Все аккуратненько, красиво. Пойдем дорогу, перейдем, пока нет машин. Большое помещение. Несколько дверей. Может быть, так же будет сдавать маленьким арендаторам. Рабочие вовсю делают свою работу. Все, проходим дальше. По этой тропинке идем к дому. На улице все жарче и жарче становится. Еще немножко нам потерпеть. И будет уже комфортная погода. Вот как-то я показывала. Видите, у нас какой на нашей улице какой дом построили. И он рядом еще достраивают. Тоже большой. Но там дальше еще пустое место. По-моему, один фундамент только. А наш дом и не видно отсюда. Хорошо. Мы вроде как живем практически в центре. Но в то же время на окраине. Очень удобно, тихо, не шумно, хорошо. Все, подхожу к дому. Ой, хорошо у нас, так прохладненько. Речка рядом. Замечательно. Тенечек под шелковицей. Сейчас Валера. Он вперед меня пошел. Разрежет арбузик. И я хочу на завтрак арбуз с кусочком хлеба. Ну, вкусняшка. В такую жаркую погоду только арбуз есть. Ну, вот у меня ушло сегодня на нашу экскурсию, так сказать, в медучреждение. Два часа. Привет, Пуша. Всем здравствуйте. Горлась-то эта наша. Да, да, вот так вот. Ладно, на этом я заканчиваю видео. Желаю всем крепкого здоровья, не болеть, мирного неба. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова